Народ, всем привет! Снова мы, канал училка физкультуры в Эмиратах. И мы не в Эмиратах, мы в Киеве, и мы возле сквера интеллигенции, да? Да, по-моему, так называется. А, ну, сейчас мы посмотрим, смотрите. Какой... Дица, воробьи. Дица. Воробьи. Я хотела сказать ворон, но похож на воробья. Разорванная клетка. А что в свекле нет? Разрывает клетки, а в середине даже не знаю, что. Может, это на лапке у воробья должно быть? Не-не-не. А это не знаю. Смотрите, интеллигенция, моя гидность. Вот так вот, моя гидность. Достоинство. Да, интеллигенция имеет достоинство. А у нас сегодня снова интересный контент. Интересные видео. Мы с вами направляемся по вперед. Да, мы на улице какой? Великая Житомирская. Тут столько заведений, тут столько красивых домов. Короче, ждем лайков, подписок, комментов. Всем идем обязательно. В общем, будьте с нами. Поехали. Пошли вперед. Пошли. Вот он наш красивый Киев. Погода сегодня хорошая. Что жарко, то холодно. Идем мы по улице прямо вперед. Прямо вперед и назад. И хотим выйти на площадь Михайловскую, чтобы показать вам два больших гостка. Две больших достопримечательности нашего города. Михайловскую и Софиевскую церковь. Ух ты, просто класс, да? Знаете, вот в Киеве, куда взгляд бросил, там и дост. Просто какие-то достопримечательности, да? Вишны, например. Красота какая. В общем, только вперед. Там уже посмотрим. Оу, сейчас, подожди, да? Я увеличу. Уже хотела прям видео закрывать. Вот такая красота. Там подол. Там находится подол. Но сегодня наше видео совсем другая история. У девушки макияж яркий, красивый. Поехали. Ну вот, 10 минут мы прошли. Ну, 5-10 от сквера интеллигенции. И уже выходим к Михайловской церкви. Собор. 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 Михайловская площадь, Михайловский собор. Да. С правой стороны, посмотрите, направо. Это здание МВД и пожарка. МВД и пожарка. Вот отель. Давай-ка отель покажем. А здесь отель. Мы думали, что это Реддисон, а это Интерконтиненталь. Ну да. Хороший отель. А, вот уже виднеется. Что? Какой реальный прикол в нашей жизни сегодняшней. Вот так вот. Я только немного подумав, поняла. Поняла? Подушки. И рука обнимает не человека, а телефон. Телефон, да, вот так вот. Наша обыденность, народ. Наша вынес. А мы выходим к Михайловскому собору, к которому вы, конечно же, можете также добраться от метро Майдан Незалежности, пешком или остановочку проехать на троллейбусе. Гугл-карты вам в помощь. Все покажут, все расскажут, как и наш замечательный канал. На фуникулерчике, скажем. Да, на фуникулер. Но туда тоже добраться нужно. От почтовой площади, да. Вот. Шикарный Михайловский собор. И небо такое шикарное в камеру. Но вообще очень приятно, что воздух хороший. Давай пройдем вон. Приятно. У нас уже 2 секунды, но мы уже достанем здесь, перейдем. Сейчас перейдем и постараемся попасть внутрь, да. А слышите, кстати, слышите, как звонят? Не звонят, а звонят. Главное, что дозваниваются, да. Интересно, дозваниваются они вот туда. Ну, это восстановленный же, скажем, собор, да? Ну, сейчас подойдем и, я надеюсь, там будет что-нибудь, что мы можем прочесть и показать. А, ну да. И памятник, он как раз мы видим Ольге. Да, ну сейчас мы перейдем уже, все покажем. Экскурсовое. Поехали, переходите. Ух ты. Перешли мы на сторону отеля Интерконтиненталь. Смотрите, это же понятно, где они золото. Это по золоту? Вот это да. Это как богчисарайский фонтан или что? Вот показывают, не кидайте монетки, а все равно накиданной забивается все это. Вот это красиво в отеле Интерконтиненталь. Поняла. Поняла почему? Нет, расскажи. Оказывается, люди хотят попасть куда-то определенно. О, боже мой, в казино играют. Я не знаю. Вот так вот. А я говорю, я бы туда бросала эти красоты. Какая красота. Ага. Чуть-чуть напоминает дубайский фонтан хлопцов в Дубае-Моле, но своя интерпретация. Это золото. Ну все, переходим дорогу, идем к Михайловскому собору. Все, перешли мы дорогу. Смотрите, здесь сплошная пешеходная часть. Приятно, можно ходить, гулять. Давайте обойдем с этой стороны памятник. Кстати, памятники построены совсем недавно. Ну да, лет 20 назад. Ну да, лет 20 назад. Что я помню. Это все восстановлено. Да, в мое детство я гуляла, этих памятников не было, а потом они появились. Вот там даже виднеется на территории, с правой стороны, такая колокольня. Она деревянная. А ты на меня показываешь? Да. Конечно же рассказываешь. Вот это, наверное, старина. Ну еще старина, давнина осталась, да? Да. Сейчас посмотрим. Так, вот эти важные памятники, кстати, возле которых многие фотографируются. Это Евгения Ольга, справа Кирилл и Мефодий, правильно? А это Евгения Ольга. Так, это вот у нас кто? Андрей Первозванный. Андрей Первозванный. Будем строительство в 95-м. В 95-м, да, значит больше. В 99-м окончили, в 6-м. Значит, 22 года где-то. Открыто 25-го мая. И Кирилл и Мефодий. Ага. Вот такие вот памятники, друзья мои. Обязательно посетите, сфотографируйтесь, а мы будем идти сейчас с вами в Михайловский собор. Охо. Средковое здание Министерства иностранных дел. Красивое. Красивое, красивое. Советский стиль, да, или как это назвать, не знаю. Ампир? Совет Стал. Может кто знает этот стиль, напишите? Да, ну а мы будем идти гулять, ой. Такая плиточка. Ветерок такой симпатичный. О, плиточка, кстати. Нет, плиточка совсем не лег, потому что он я только что... Ее уже столько чинили, ее столько денег, наверное, вложили, а? Я только что так подходилась. И в коньяк корм. Чуть-чуть бы и телефончик упустила. Часто, какие красивые. Дай-ка я увеличу. Да, красивые. О, вообще, да. Такой. А здесь же, вон, смотри, небесно сотня майданов. Это же здесь был как раз вот лагерь именно участников Майдана. И именно в Михайловском там, по-моему, принимали раненых. И о раненых, и всех, кто был. И вот, видишь, память, наверное, такие баннеры повесили. Ну, давай посмотрим. Бесно сотня. Едем сюда. Это все. Ну, это не значит. Тут, видишь, не написали, почему именно здесь. Потому что здесь именно были палатки, здесь был лагерь. Ну, вот это вот все кадры, это действительно из реала. А фотографии, да. Все наши погибшие герои. А где там, где Голодомор? 32-32. Давай, я-то прочту. Хочешь? Да. Миллионам украинцев, украинцам, жертвам Голодомора, геноцида в 32-33 году. Восстановлено в 33 году. Мы идем в собор. Так, ну смотри, женщина вышла, она хусточку складывает. То есть, значит, надо голову покрывать. Тут, наверное, мне придется одеть шапочку. У меня есть у Наташи хусточка есть. Так, вот такой вот красивый вход. Ну, старенький, да. Не, ну за всем надо ухаживать. Нет, ну на территорию ходишь как это. Тут свиница тоже, по-моему, есть, можно поделиться. Сувениры. Ну, наверное, скорее всего, иконки, иконки, свечи. Ну, да, вот видно, да. То есть, кому надо, конечно, хороший сувенир. На весильных заходе. Весильных заходе у нас. Зараз захит невесильный. Ох ты. Очень жаль, что звук такой, как будто что ремонтируется. А, вон, это трапезная. Это подстаринная трапезная, она ремонтирует ее. Это вот как раз, я не знаю, какого, каких годов, но это, скажем так, исконная постройка. А это, конечно, уже восстановлено. Давайте надо почитать, когда восстановлено. Это уже, ну, туалет даже есть. Ага, у нас есть туалет. И так же, что я вам скажу, вот сюда, вот пока вход бесплатный. А тут никогда не был платный? Не был платный, да? Нет. Что я не помню, в самом деле. София, по-моему. София, да. Надо просто рассказывать подписчикам, что, ну, что можно ожидать. Сколько денежек брать и так далее и тому подобное. Так, Наташа идет снова читать нам что-то. А, слушай. А я и не знала, что Олес Кончар, это... Ага, инициатор этого построения. Писатель знаменитый украинский он инициировал. А, ну, сэка, дверь какая красивая. Люди сюда идут, кстати. Ага, наверное, все маски одевают. Так, хорошо. Наташа, иди сюда. Зайди, можно? Зайди, можно только маской одеть, нужно? Сейчас оденем маски и зайдем. Все, мы заходим. Покажем, да. По ситуации. По ситуации будем комментировать, но вообще... Голову мы не покрыли. Да, голову мы не покрыли, потому что много людей зашло, где ушек не покрыты. Видно, петельно? Ой, хорошо. Запах приятный. Посидеть нужно на ладочках. Знаете, очень тихо, спокойно, очень приятно. Я вот чувствую какое-то умиротворение. Я не знаю. Здравствуйте. Честно, у меня прям как-то мурашки по коже. Не знаю, как-то... Честно, к сожалению, в церкви не были два года. Это невозможно. Уже в Эмирате Абудабе, где мы живем, вроде в Шаджи из церковь. Ну вот, сейчас так... То есть, неважно, где ставить свечку, главное, ваша молитва к Богу. Не важно, как вы скажете. Это прекрасно. Пожертва на Михайлевский собор від родины Свесаринки. Продолжение следует... я же не хочу вам комментировать здесь просто нужно молчать для а и и и и и и и и очень красиво народ честно слов нет очень ждала чтоб церковь попасть просто очень красиво есть лавочки здесь наташа уже не показала надо будет есть посидеть чуть-чуть немножко устали просто хочется побить в церкви доброго дня на печенье очень символично конечно обязательно даже несколько и 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 Спасибо. Сейчас найдем. Где он? Это не Георг. Мужчина, сейчас надо искать. А. Продолжение следует... 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 где-то там семинария это желтое здание просто хотела тут такие красивые посмотрим как ребята работают это главное близко не проходить да сейчас будет у меня пеньки пеньки потому что я держу телефончик ой небо красивая погода ух красивые узоры такие честно я не ожидала такого от михайловского собора мне очень понравилось ну скажем так это первая церковь не знаю первая церковь которую я вообще зашла вот после двухлетнего перерыва я не ожидала потому что очень много всегда туристов сюда идет я не ожидал что будет так вот тихо умиротворенная вот вот я почувствую знаете мурашки по коже и сейчас переводим ваш взгляд то у нас памятник кому ух непонятно даже если-то михайловский может михаил отлично если вдруг здесь есть киуля они сейчас просматривают и вы знаете комментируйте пожалуйста ну давайте розочки покажем конышкова кромница есть книги святой отец идет да это тот запах тот самый запах роз какой приятный сегодня день мне пахнет да это по запах роз я хочу тебе народ это чудесно просто что там реставрируется что-то окрашивать все они сняли подожди то что золото все на воротах это прекрасно ворот вот наташа про медик рассказывают вот цены кстати цены очень хорошие забрусовая забруськи сказала я поняла а у вас есть поменьше объем или только 05 ну вот маленькие какие-то стоят вот а именно забруска как зап бегать ареной может сколько здесь варианты меда просто шикарно ну наверно вам плохо видно но отсвечивает просто да добрый попробую вот этот забрусовый забрусовый а я ела уже я ела боже я как это знаете по старинке на это на руку клали сверху вот так вот нутаж давай не 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 мне не надо пасима дегустация меда вкусненький а это когда он сделан мы но в прошлом году делается сейчас или как когда он делается не знаю какая цена его наташ его цена за пол литра 120 гривен 120 гривен сколько это примерно маленького 45 долларов это да я просто сейчас не хочу носиться поняли с них а что у вас а и крема у вас есть для крема на стоянка чем народ здесь все есть ага ну что то я цены смотрю у вас нормальные ну мне так кажется не такого нормального да говорят дорогие не ну сейчас мне вот купили не ну хорошая наташа и свечку решила поняли девушка говорит он не пахнет текий воском а я хочу запах воска а чем свечка а сколько на 60 наверно да то есть чуть больше двух долларов как такая красота чуть больше двух долларов а наверно вам звук не очень потому что ребята спасибо реставрируется до свидания спасибо ну вот пока наташа нюхает розы и довольна я тоже уже понюхала запах прекрасный что я могу сказать вам приезжайте в киев смотрите достопримечательности постараемся вам показать как можно больше ставьте лайк подписывайтесь спасибо что были с нами сегодня всего вам доброго пусть бог помогает